Июль 1944 года Польский комитет национального освобождения провозгласил манифест, положивший начало новой народной Польши. За вашу и нашу свободу под этим лозунгом шли в бой новые части войска польского. Советские воины, освобождая польскую землю, исполняли свой интернациональный долг. Части 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов, преследуя вражеские войска, форсировали Вислу. Захвачены крупные плацдармы. Наши бойцы тяжелой ценой удерживали плацдармы 4 долгих месяца. Между Вислой и Одером гитлеровцы построили мощную оборонительную систему, состоявшую из семи рубежей. Среднеевропейский вал и считали его неприступным. 12 января 1945 года. По укреплениям врага огонь. Мощные удары танковых частей раскололи группировку вражеских войск. Наступление шло так стремительно, что враг откатывался, не успевая занимать подготовленные рубежи. Оборона на Висле рухнула. 17 января 1945 года воины Красной Армии и войска Польского вступили в Варшаву. Древний город, складывавшийся на протяжении семи столетий, превращен фашистскими варварами в руины. В Варшаве было полтора миллиона жителей. Немногие остались в живых. Неудержимо шли на запад советские войска. Сломлено отчаянное сопротивление противников в Верхней Силезии. Освобожден древний Краков. Пришел конец фашистскому владычеству на польской земле. Пал последний опорный пункт, город и крепость Познань. Советская армия вышла на реку Одер. КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует...